Приветствую вас, дорогие мои голубушки, приветствую вас, дорогие мои сударыни. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на апрель 2020 года для знака Козерог. Итак, девочки, Козерожечки, прогноз для вас. Давайте посмотрим, что ожидает вас в этом периоде, что уйдет, что придет. И вообще, как говорится, что новенького. В раскладе буду использовать три колоды. Колоду Таро 78 дверей, вот эту колоду Таро Иллюминатов и Оракул Затминни. Начнем с колоды Таро 78 дверей. Итак, какие события вас ожидают в апреле 2020 года? Фонд месяца. События в сфере работы бизнеса. Еще одну положим. События в финансовой сфере. События в делах домашних, в семье, с недвижимостью. Так. Далее возьмем колоду Таро Иллюминатов. И спросим у ней про дела любовные. И что уйдет, и что придет в этом месяце. Итак, что же нам скажет Таро Иллюминатов? Как сложатся отношения девочки у тех, у кого есть партнер? О, отлично. Так. А какие события ожидаются в личной жизни? У свободных козерожечек. Ммм. Что-то тут это. Ладно. Что уйдет? И что придет? Так. Теперь. Оракул затмения. Давайте спросим у него. Точнее нет. Вопросы я задавать Оракулу не буду. Вот. Пусть он сам скажет. Вот что он хочет вам сказать. То и будет. Может это будет совет. Может он какое-то событие покажет. Не будем диктовать свою волю Оракулу затмения. Итак. О чем хочет вам сказать Оракул затмения? Треугольник, девочки. Треугольник. Ну что ж, лады. Треугольник. Так треугольник. Нас, как говорится, этим не запугаешь. Начнем. Фон месяца. Выпала восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов. Ну, скажем так, месяц какого-то выбора. Месяц, причем напряженного выбора. Ну, не обязательно, что это вот именно весь месяц. Ну, тем не менее, какой-то будет момент, какое-то обстоятельство, ситуация, где вам придется сделать именно правильный выбор. Между кем-то, кем-то, между чем-то, чем-то. Тут уже, как говорится, у вас, у каждого будут свои варианты. Причем, уже отлаживать, отодвигать вот это решение уже дальше будет просто невозможно. Ну, ладно, давайте посмотрим по сферам. Может, там мы увидим, где такое может сложиться положение. Сфера работы бизнеса. Да, кстати говоря, вполне возможно, что именно восьмерка жезлов показывает ситуацию по работе и бизнесу. Здесь мы видим рыцарь жезлов и карту повешенную. Карту повешенную. Вот идет информация, что кому-то в этот месяц придется начать учиться. Начать учиться каким-то новым навыкам, каким-то новым знаниям. Вот. Ну, причина, причина такого может быть абсолютно разной. Кто-то захочет повысить. Точнее, кто-то может стремиться из вас к карьерному росту. Кто-то, возможно, хочет уйти с работы. Поменять работу. Но совершенно перейти на другую ступень. Скажем так, может даже и в новый вид деятельности, в новую специальность. И поэтому вам надо будет пройти все стадии обучения. Может даже карта показывать для кого-то и своего рода стажировку. То есть новое место работы, где вам придется проходить стажировку. Вот. Но это необходимая процедура. И после нее только вынужденная процедура. И после нее, как говорится, этот конь начнет только движение. То есть дальше вопрос решится, оставят вас или не оставят. Что касается бизнеса. Да, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Для кого-то это может быть... Для кого-то это может быть, грубо говоря, пахота. Чтобы сдвинуть свой бизнес с местом. Или чтобы начать новый бизнес. Вот. То есть придется, как говорится, отвлечься от дел мирских. И сконцентрировать все свои силы именно на бизнесе. Вполне возможно. Вот восьмерка жезлов, она и говорит, что особого-то выбора нет тут. Как говорится. Либо начинай засучивай рукава и работать. И что-то предпринимай. Либо твой бизнес, как говорится, просто-напросто загнется. Ну, и аналогичная ситуация может, кстати, возникнуть у некоторых и на работе тоже. Что придется поднапрячься. Придется, может быть, даже где-то доказывать, что ты соответствуешь этой должности. Ты можешь делать эту работу лучше других. Ну, отсюда вытекает и обучение, отсюда вытекает много работы и определенное телодвижение, чтобы доказать это. Может у кого-то возникнуть и, ну, скажем так, шероховатости в общении с начальством. Что придется терпеть некоторые нападки со стороны руководителя. Опять же, это чистая необходимость. Потому что либо ты хочешь здесь работать и терпи, либо уходи. Твой выбор. Что ты выберешь, то оно и будет. То есть, понимаете, какая-то... Ну, не сказать, что ситуация жертвенности в деловой сфере. Ну, я бы сказал, о ситуации вынужденности. Это, во-первых. И ситуация принятого, добровольно принятого решения пожертвовать свободным личным временем. Или какими-то пожертвовать другими сферами жизни, сконцентрировавшись именно на какой-то цели. Вот именно в деловой сфере какой-то цели. Или решению какого-то вопроса, или какой-то задачи. Вот так скажем. Что касается финансов. Ну, вот, кстати говоря, птичка. Здесь у нас выпало два короля. Король Жезла и король Кельтакли. Казалось бы, какое отношение к вам имеют эти два короля? Ну, девочки. Вот я думаю, знаете что? Вот это напряжение всё связано с действиями каких-то мужчин. Мужчины могут быть начальники. Мужчины могут быть партнёры по бизнесу. Мужчины могут быть коллеги ваши. Да, могут быть. Поэтому, возможно, что именно они заставят вас вот здесь принимать какие-то решения. Может быть, даже и кардинальные решения. Либо эти мужчины будут являться двигателем вашего роста. Либо они претенденты на ваше место. В том числе на ваш бизнес. Потому что заточены эти мужчинки очень даже конкретно. Один на деньги, другой у него идея фикс. Ему нужно победить. Ему нужно достигнуть. И, в общем-то, он ни перед чем не остановится. То есть, вообще, финансовая сторона вопроса почему-то будет зависеть только от мужчин. От их действий, от их поступков. И от их, как говорится, этих самых решений. Может быть, даже, знаете, и траты тоже. Расходы могут быть связаны именно с мужской какой-то частью. Может, это ваш партнер будет. Может, ваши взрослые сыновья. Все может быть. Может быть, любовники, друзья. А почему бы и нет? Кого-то, вполне возможно, в апреле порадует партнер. Порадует финансовыми подарками. Порадует финансовыми своими достижениями. То есть, он очень сильно подсуетится в апреле. И, как говорится, ваш кошелек может вполне пополниться ощутимой долей денюжек. Может быть, вполне и такое. Вот. Ладно. Идем дальше. Дела домашние. Ну, вот тут интересная история может получиться. Здесь у нас выпал туз Жезлов. И выпала карта Мир. Вы знаете, такое идет ощущение, что что-то вы предпримите у себя в своем хозяйстве. Какой-то у вас будет очень сильный импульс. Сильный порыв. Сильное желание что-то сделать. Перевернуть. Вот. Может, даже, знаете, может, даже капитальный ремонт затеете. Может быть, что-то поменяете. Мебель поменяете полностью. Может, дизайн поменяете. Вот, знаете, идет какое-то изменение. Причем, карта Мира, она всегда говорит о том, что все старое уже уходит. Вы как бы на переломе между старым и чем-то новым. Может, вы в новую квартиру заедете. Может, в новый дом. Может, даже в новую страну переедете. В другой город переедете. Ну, вот, то, что будет такой позыв, будет такое желание, ну, вот, что-то вот как-то вот прямо напрашивается, напрашивается. Да, изменить. Все в корне изменить. Поменять. По-другому сделать. Может, даже отношения между домочадцами своими другие выстроить. И это может. То есть, как бы идет у вас перелом. Перелом. Может быть, даже, знаете, просто пришло время все поменять. Вот оно тянулось, тянулось, что-то вас не устраивало, накапливалось, накапливалось. И вот в апреле вы все сказали. Баста. Точка. Вот. Карта выбора. Дальше терпеть нет смысла. Меняю. Все меняю. Я выбираю. Новый. Новый стиль жизни. Старый отбрасываю. Может, вполне. Почему бы и нет. Тем более весна, к лету. Все ремонты обычно начинаются уже по теплу, когда. Так. Теперь. Как сложатся отношения девочки у вас с вашим партнером? Ну, здесь выпала императрица. Ну, о чем говорить? Богини мои. Вы богини. Понимаете? Как вы решите? Императрица, она и есть императрица. Так вы и сделаете. Ну, по крайней мере, настрой у вас будет. Настрой. Так отладить отношения. Чтобы вы чувствовали себя хозяйкой положения. Женщина с большой буквы. Понимаете? Идеалом. Может, даже кто-то поставит своей целью стать именно идеалом для своего партнера. Ну, почему нет? Если вы его любите, это вполне закономерное желание. В общем, девочки, все нормалек. Все нормалек. Все в ваших руках. Ну, вот то, что касается свободных козерожечек, девочки. У вас выпало десятка мечей. Все. Трудности подходят к концу. Да. Карта не айс. Но она больше говорит о нанесенных раньше ранах. От которых вы долго-долго, как говорится, вылечивались. Долго отходили от этих душевных ран. Но это подходит к концу. Подходит к концу ваше вынужденное, скажем так, одиночество. Да. Вынужденное. Вы излечиваетесь. И от бывших партнеров. Излечиваетесь от где-то, может, даже депрессника, неуверенности в себе. Что вас может кто-то полюбить. Что вы кому-то можете быть нужны. То есть, вот эта вся наносная шелуха, она от вас уходит. Да. Раны затягиваются. Подходит к концу. Так что, дорогие мои, скоро, очень скоро, перышки почистите, встрепенетесь и вперед из песни. Дальше идем. Что уйдет? Тройка жезлов. Что уйдет? Ну, были какие-то у вас ожидания. Вполне возможно. Ожидания, может быть, связаны с отношениями. Ожидания, может быть, по работе, что-то вы там ждали. Может быть, по финансам что-то ждали. Какого-то результата ожидали. Каких-то вестей ожидали. Какого-то момента, удобного для чего-то. Вот. Вот это пройдет. Вы дождетесь этого. Вы это получите. И слава Богу. Слава Богу. Так. А что придет? Придет семерка Пентакли. Семерка Пентакли прежде всего говорит о сделанной работе. О желании доделать работу до конца. Вот этим вы и будете заниматься, милые мои. И последняя у нас карта. Это карта Оракула Затмений. Треугольник. Ну, треугольник, он и есть треугольник. Он всегда говорит о какой-то, о каких-то, ну, скажем так, запутанных ситуациях. Опять же, вот карта выбора, понимаете? Она очень созвучна этому треугольнику. Это может касаться и личных отношений. Вполне. Может у кого-то появиться или уже есть на стороне другой партнер, поклонник, новый партнер. И вы вот в такой, как говорится, можете оказаться ситуации, когда нужно выбрать кого-то одного. Ну, может как-то говорить и об обратной ситуации. У вашего партнера может появиться новая партнерша. То есть может в вашем кругу появиться соперница. Это тоже бывает. Жизнь, она и есть жизнь. Всё течёт, всё изменяется. Поэтому, ну, если для вас это важно, осмотритесь по сторонам. Приглядитесь к своему партнёру и подумайте, стоит тратить дальше на него время или не стоит. Если у вас, это вас касается, что у вас есть какой-то новый поклонник, новый партнёр, помимо старого, ну, тут может тоже есть смысл подумать, подумать и сделать окончательный выбор. Вот всё, что я вам скажу по этому оракулу. На этом я заканчиваю, дорогие мои лапочки, свой прогноз. Мне остаётся пожелать вам здоровья, любви. Любите себя. Будьте императрицей в первую очередь. В первую очередь. А потом уже всё остальное. И всё у вас сложится. Ну, желаю вам, конечно, побольше денюжек. И вообще, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Субтитры подогнал «Симон»